Такая вот интересный эффект. Мы наблюдаем, как будто с земли, стоя на земле. Вот так вот. При данном масштабе, если бы не было атмосферы, солнце было бы видно. И так как стоит между солнцем и нами атмосфера, то солнце вот так вот скрывается атмосферой. И теперь солнце на одной и той же высоте приближается к нам. Вот я его сюда двигаю. Ай. Вот идет восход. Вот он приближается и поднимается выше. И дальше проходит. Вот закат. В обратную сторону. Вот солнце увеличится в диаметре. На закате. Из гинзи. Вот этот красный эффект. Камера сверет, конечно. Вот все краснеет. Какой-то красный на закате у вас тут. Вот он открывается из вида. Вот, там-то у меня свет отнесли. Все время не видно. Когда была линза отнесла. Линза. Чик. Вот оно, солнце. А вот его нет. Либо я просто поднимаю фотоаппарат. И наблюдаем. Восход солнца вручен. Сейчас. Вот он, этот момент. Вот оно, красное солнце на восходе и закате. Вот оно. Вот почему-нибудь свод становится ярко-красным. Вот я постепенно поднимаю. Фотоаппарат равносильно, что солнце приближается. Поднимаю. Вот краснота уходит. И вот появляется только солнечный диск. Вот я поднимаю. Но равносильно, что приближаю. При приближении диаметр солнца уменьшается. Потому что эффект линзы ослабевает. Так как солнце проходит ближе к нам. И слой атмосферы уменьшается между нами и солнцем. Вот я опускаю фотоаппарат вниз. Вот закат эмулируя. Вот на закате. Такая картина получается. Небеса становятся красными. Ну, тут еще камера дурит, конечно. Но, тем не менее. То же самое. Даже зеленый есть. Зеленый луч этот. Все видно. Хоп. И все. Если была бы линза длинная. Широкая, вернее. Ну, ширину все. Слева направо. Цилиндрическая, грубо говоря. То эффект был бы заметен в полной мере очень красочный. Вот я поднимаю. Вот небеса становятся красные. Сейчас, сейчас. Притуплю камеру. Вот уже само солнце. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так.